Приветствую всех зрителей портала virtuspro.org. Еще раз у меня в гостях игрок команды Virtus.pro BenQ, Артем Кравцов, он же Сливка. Артем, как тебе все мероприятия вообще, то есть без учета выступлений твоих? Ну, я буду откровенен, игра так, ребята, с вами. Ну, не мероприятие лично, я вот это вот нынешний стенд, да, какой-то я не считаю это за ВЦГ реально, то есть за именно какой-то, по-моему, праздник, да, даже какая-то эйфория в воздухе, этого нет. Реально, то есть организация, нет, огромное спасибо ФКС, да, ну реально огромное спасибо всем, кто это сделал, да, но масштаб, конечно, крайне уменьшен, да, и именно ассоциации с каким-то международным мероприятием, да, то есть именно то, что будет вся Россия, да, лучшие геймеры собрались, такого нет, то есть абсолютно, ну, знаете, больше похоже на какой-то вот, ну, лан-турнир оригинального масштаба, то есть не более, знаете, ну, ну и вот так вот, то есть это правдиво, как есть, но все равно всем огромное спасибо, что проводят какой-то такой ВЦГ, хотя, ну, хоть какой-то тренирование. То есть атмосферу ты не ощущаешь, вот именно ту, которая была там в предыдущие годы, именно ВЦГ-шная атмосфера такая уникальная. Да, такого нет, именно такого церета духа, знаете, по-моему, даже всем игрокам, ну, как-то я не скажу, ну, как-то, ну, не то, в общем, ну, как-то не так. В этом году все очень, ну, договорились. Так, теперь возвращаемся к твоим выступлениям. Почему, почему не удалось добраться до финала, почему третье-четвертое место оказалось потолком и, ну, наверное, вот да, на этом вопросе пока, пока хватит. Ну, наверное, злой урок, сегодня, знаете, сглаз там еще что-то. Нет, я, я не играл в игру чемпиона просто. Я играл, я играл, но так не играет чемпион. И мне этого не хватило, чтобы выиграть Хэппи, который двукратный чемпион России по версии WCG. Ну, вот так, то есть, ну, это, это не какое-то оправдание, что-то, то есть, я, ну, надо просто больше работать, больше играть, больше тренироваться, да, то есть, тренироваться с жесткими оппонентами. Хоть я и готовился под Хэппи, грубо говоря, я играл с Тарзанами, с Лиза Фройнами, ну, тоже, то есть, именно, с топами Европы, которых я мог вообще найти, ну, людей, которые, да, с братком, то есть, сами они Adrian told to do rame, ну, счеты, ну, как бы, были равные игры, да, какие-то, счеты, там, ну, примерно, счеты, там, ну, примерно, станут равные, то есть, все было понятно, все было разобрано, все было здорово, да, то есть, окей, я иду готовился Хэппи, ну, играю с Хэппи, который играет Зергами крайне плохо, по его словам, то есть, я проигрываю типа из серии 9 игр из 10, он проиграл в Зергам, любым, вообще, неважно, то есть, да, Ну, и я ему проигрываю Ну, я не знаю, почему так, но Ну, вот так, это плохо, надо просто Работать больше Ну, ты, на самом деле, ответил немножко На мой следующий вопрос Ты конкретно готовился под Хэппи Конкретно выбирал ли ты Каких-то себе оппонентов, то есть Вот этого я пройду, а вот к этому надо конкретно готовиться То есть было ли такое? И считал ли ты, что если ты пройдешь Хэппи, то, скорее всего Ну, топ-1 в кармане Нет, на самом деле, такого еще не было То есть я именно Я просто играл с тиранами Готовился к тиранам, да То есть как играть Хэппи, я знал, у него есть два стиля Это один Гелион и Байнш Второй стиль это будет, ну, играть через морпех В ММ, да, обычно То есть, ну, морпехи, танки и так далее То есть будет выход с морпехами Я изначально все хорошо скаутил Серьезно, что это будет, ага, это будет чисто переход в мех и так далее То есть, где все было видно, все было понятно Но были ошибки, да, в первой игре То есть была, ну, Нидиус был непонятен, во-первых Была просто жесткие потери рабов на третьей базе Хотя у меня было все хорошо То есть я должен убиваться в ноль, идеально. Но при этом я потерял Уверсира просто из поля зрения. Я не мог его найти. Я искал его реально раза три. Вот так по всей карте. То есть я обыскиваю, курсор, где Уверсир, тебя нет. Ну как так, ты был, тебя никто не мог убить, да. Он просто стоял как бы, ну, стоял не поля зрения. Ну реально, ну, это так глупо. В итоге меня харасили баньши, Майера стояла непонятно где. И такой был заезд Гирионов, ну, фатальный. По сути, там, минус 30 работ, 25, когда у меня есть куча армии, которая это отбивает легко. То есть, ну, это реально очень плохо. Во второй игре я отбился хорошо, я считаю, даже, можно сказать, идеально. Но потерял там рабов, ну, крайне мало. Там не больше 10 в начале игры, это очень мало. Потому что у него именно билд на харас, там, 8 гилионов, 3 баньши, инвиз. Все так, ну, именно жестко должен быть харас. Но при этом я прохалявил. Потому что я знаю, что Хэппи, ну, вот в лейт игре, Хэппи не нападает обычно вообще. Я сделал ставку на фаст брудов. То есть, и обычно делал 200 лимита и брудов. А сейчас я решил, что, ну, Хэппи не нападает. С экономилю газа немного больше брудов. Все будет клево, здорово. Но в итоге он пришел, напал на меня и уже начались проблемы. То есть, потерял четвертую базу и так далее. То есть, ну, чисто, получается, по страте, но зря схалявил. То есть, причем халява была необоснованна, по сути. Ну, просто, ну, так вот. Ну, подводя итог, то есть ты считаешь, что ты больше проиграл, чем Хэппи выиграл. То есть, здесь, ну, не то, чтобы он прямо супер сыграл. А именно игра отталкивалась больше от твоих ошибок. Ну, да. Но он сыграл достойно. Он, в любом случае, Хэппи играет Алана всегда хорошо. По крайней мере, с СНГ играми, по крайней мере. Не знаю, вот у меня какое-то странное впечатление, что со мной он играет, ну, невероятно круто. А вот играет с любым другим зерком. Ну, что так, где супплейблок, тут что-то как-то ты не так заехал. Ну, что ты делаешь, Хэппи? А вот со мной прям такой, вау, да, ты достойный быть чемпионом. Ну, не знаю, что сыграло. Ну, и он хорошо сыграл, то есть достойно именно. Не скажу, что прям, вау, удивил чем-то. Нет, я знал, что он будет играть. Очень хороший уровень. И я сыграл гораздо ниже. Перепод уровня 2-0. Тут вот рядом ходит Костя, Турук. Как тебе его выступление? Как его, ну, относительно неожиданное попадание в финал? И как ты, ну, расцениваешь вот именно его выступление на турнире? Раз уж вы товарищи по команде, я думаю, что тебя можно спросить об этом. Ну, я считаю, что Турук прыгнул, на самом деле, ну, можно сказать, он выступил очень хорошо. Да, то есть, вчера был стрим Нейтрона, порядка 12 часов, я на нем тоже был, и мы обсуждали шансы, тот, кто может выиграть в СГ. Ну, и как бы не шутки такие, ну, Турук, да, ну, молодец, как бы, он топ-4 России, но то, что выиграет Титана, ну, реально, вот, мы слабо верили. Уж прости, братан, вот такие мы, не верили в тебя. Неважно, вот, все нормально. Вот, мы в тебя не верили, как бы, ну, он реально сделал хорошие вещи. Может быть, Титан сыграл плохо, или Турук сыграл хорошо. Я не знаю, я в ТВП, ну, плохо понимаю, ну, я просто не знаю билдов, я на нем не слежу, но Турук смотрелся достойно, то есть, сделал грамотно ЧИС в третьей игре, все, то есть, ну, все клево. То есть, Сидан, да, сами давали, то, что тут не броскаут, там не броскаут, тут наломился, но Турук сыграл хорошо, я довольный выступлением, только, ну, ЯРаш, у меня есть такой тиммейт, который не подвел команду, в отличие от меня. Так, мой последний вопрос, планы на будущее, какие турниры планируешь посетить, именно Ланы, и, ну, наверное, да, и твои, наверное, финальные слова болельщикам, спонсорам, зрителям простым. Ну, я готов посетить международные турниры, я не знаю пока какие, потому что есть проблема с визой и с инвайтами, ну, то есть, как сказать, проблема, может возникнуть проблема, поэтому говорить заранее, когда на руках нет визы, я не буду. То есть, я, скорее всего, почти, ну, то есть, два турнира, и СВЦ, да, будет, может быть, будет ИПЛ в Лос-Вегасе, то есть, туда и туда я, по идее, должен полететь, но, по идее, могут быть какие-то факторы, которых я не поеду, да, то есть, не от команды, да, или от команды, да, именно какой-то фактор возник, то я не поеду, да, то есть, визу, ну, ты чё, 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 вот, поэтому, ну, поэтому вот так, то есть, или СВЦ, да, или ИПЛ, пятый, ну, или и то, и то, вернее, может быть, ещё будет в Казани на третий лан-турнир поеду, я не знаю, то есть, ну, будет, сейчас главное тренироваться, да, то есть, главное, именно больше, именно поедините свою игру, на самом деле, после вступления в Virtus.pro, я заметил, что игры, на самом деле, мне кажется, пошёл у меня какой-то спад, непонятно, то есть, игра именно, ну, как-то, я не знаю, то есть, во-первых, и места у меня в геймлиге сейчас пониже, то есть, обычно я был раньше топ-5 стабильно, ну, топ-7, сейчас такой 10-15, что-то переваливаешь, ну, да, там, хочешь пятёрку, ну, какое-то место, ну, то есть, геймлига, да, то есть, где стал больше проигрывать, на самом деле, я не знаю, то есть, надо сейчас игру просто немножко подровнять, вот эти пару недель, и всё, и всё будет хорошо, то есть, просто, именно найти, почему-то больше свою игру, такое бывает, то есть, обычно, ну, играют вот таким спадами, потому что, то есть, именно, то есть, когда ты юзаешь свой стиль, да, допустим, к нему всё уже адаптировано, и нужно найти что-то другое, чтобы опять к этому такие люди, блин, да, как он это делает, Ну, то есть, найти себя просто. То есть, нужно время для этого, да? Ну, болельщикам сейчас скажут спасибо, что вы за меня болеете всегда. Да, то есть, ну, зрители тоже. Смотрите трансляции StarCraft. Спонсорам компании BenQ. Огромное спасибо, что вы есть. Ну, большое спасибо всем. Я Артём Горовцов. Сливка. Всем пока. Спасибо большое. Счастливо, Артём. Субтитры создавал DimaTorzok